МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Артём ТВ в эфире. Более 50 километров краевых дорог отремонтируют в 2018 году в Приморье. Во Владивостоке прошла благотворительная выставка раздача кошек. Житель Уссурийска жил неделю в грузовике, который вмёрз в реку. О событиях Артёмовского городского округа, тех, что оказались под прицелом наших видеокамер, расскажем сегодня. Я Ирина Анциферова. Здравствуйте. И вот о чём расскажем далее. В чём секрет Силач Савкин раскрыл тайну рекордов артёмовским школьникам? Говорящие цифры. Трёхсторонний союз даёт результаты. Лучший учитель выбран. Хроника профессионального конкурса в нашем репортаже. Он сдвинул электропоезд, протащил судно. Как ему удаётся справляться с тысячетонными грузами? Русский силач Иван Савкин не только рассказал, но и показал ученикам шестой школы. Воочию убедиться в способностях силача смогли не только дети, но и наша съёмочная группа, рассказывает моя коллега Луиза Сысоева. Рост 2 метра 5 сантиметров. Вес 136 килограммов. Вот он, настоящий русский богатырь Иван Савкин. Можно сказать, Илья Муромец наших дней. В рамках своего проекта «Здоровое приморье. Нам здесь жить» Силач объехал более 200 учебных заведений края. Сегодня встретиться с Иваном Савкиным удалось учащимся Артёмовской школы номер 6. Пропагандируя здоровый образ жизни, Иван не призывает каждого заняться силовым экстримом. Просто нужно правильно питаться и больше двигаться. Своеобразным силовым экстримом Иван начал заниматься с 2011 года. Он буксировал различную наземную, железнодорожную и водную технику. Очередной личный рекорд был зафиксирован в декабре прошлого года. Силач смог сдвинуть с места и протащить при встречном ветре 35 метров в секунду пароход весом 7300 тонн. Рекорды Ивана Савкина были внесены в Книгу рекордов Гиннеса. Однако силачу-буксировщику не удалось избежать последствий антироссийских санкций. Первый рекорд это был тепловоз. Сертификат за него я получил буквально, по-моему, только через полгода. Буксировал первый в истории, в мировой истории тепловоз. Масса 126 тонн. Нас вводил 100 кг на порту. Расстояние более двух метров. После этого был поезд. После этого была зарка ОСА. Две бумажки у меня есть. Книга рекордов Гиннеса. Среди сертификаты. Был на сайте с рекордом с танком Т-34, который отбуксировал у нас на сад в городе на 5 метров 99 сантиметров. 26 тонн. Ну и плюс возраст самого танка. Рекорд сам повесил три недели, но через три недели его сняли. Ну и мне сказали так, что в связи с санкциями всех русских поубирали с сайта книги рекордов Гиннеса. Иван тренирует не только мышцы, но также интеллект. Он кандидат в мастера спорта по шахматам. Ребятам рассказал о себе. О том, что тренируется 6-7 раз в неделю. Старается питаться только натуральными продуктами. Вредных привычек не имеет. А главное, мыслит позитивно. И в завершении встречи Иван продемонстрировал свою силу. Протащив несколько метров снегоуборочную технику весом 17 тонн. Впечатления твои? Понравилось. Неожиданно было, что такой вес. Первый раз вижу, что такой вес потянет человек. Луиза Сысоева, Тарас Боднорук, Связлана Норик. Городские новости. Предоставление рабочих мест, борьба с серыми зарплатами, охрана труда, модернизация производства. Это далеко не весь перечень вопросов, которые рассмотрела местная трехсторонняя комиссия. Только в области неформальной занятости в округе уже удалось легализовать свыше двух тысяч работников. А в течение прошлого года, благодаря развитию взаимодействия с работодателями, трудоустроено 1104 человека. Тему продолжит наш корреспондент Анжела Галышина. В администрации города Артема состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Первая в этом году встреча представителей мэрии, профсоюзов и руководителей различных предприятий города началась с доклада координатора трехсторонней комиссии Ирины Сидоровой. Подводя итоги выполнения трехстороннего соглашения за 2017 год, она отметила, что большинство поставленных задач были решены. Благодаря сотрудничеству социальных партнеров, которые вели активную работу по созданию рабочих мест, безработица в нашем округе держится на низком уровне. В минувшем году в округе было создано 228 рабочих мест и почти все для квалифицированных и высококвалифицированных работников. На протяжении всего года во всех основных сферах деятельности сохранилась динамика роста среднемесячной заработной платы. У педагогов общеобразовательных учреждений заработная плата увеличилась на 2,8% и составила 35 558 рублей. У педагогов дошкольных образовательных учреждений на 1,1% и составила 30 300 рублей. Педагогов дополнительного образования на 0,6% и составила 33 740 рублей. Также Ирина Сидорова доложила о том, что с 1 января 2018 года повысилась оплата труда работников бюджетной сферы. Рост заработной платы в разных сферах по-разному, у кого-то чуть меньше, у кого-то больше, но индексация на предприятиях проводится на всех. И в этом году опять же запланировано, благодаря нашим депутатам, бюджету нашему, запланировано увеличение заработной платы с января месяца на 4% работникам бюджетной сферы. И все уже за январь месяц получили зарплату. У нас нет задолженности по заработной плате. В прошлом году несколько раз уточняли бюджет и дополняли средства, кому не хватало. Поэтому задолженности нет. В ходе работы комиссии координаторами со стороны работодателей и профсоюзов были отмечены благоприятные условия для роста экономики в городе. Продолжается работа по легализации теневой зарплаты. Проводится ряд мероприятий, направленных на сокращение травматизма на производстве, а также создание безопасных условий труда и укрепление здоровья работников. Многое удалось достичь благодаря совместной работе профсоюзов, работодателей и административного ресурса. Подтверждением тому является ежегодное увеличение участников соглашения. На сей раз таковым стал ООО «Март-ДВ». Анжела Галышина, Тарас Боднарук, Светлана Нурик. Городские новости. Тепло, модно, а еще очень красиво. Все это о меховых изделиях, которые представлены на выставке продажи «Королевская зима» в городе Артеме. Норка, нутрия, австралийский мутон и лисица. Выбор меховых изделий богатый, как и сам мех. Что касается моделей, есть и классика, и ультрамодные экземпляры. Например, красивая и в то же время практичная шуба-трансформер на все случаи жизни. Ценители качественной продукции смогут найти товар российских производителей на любой вкус и цвет. Все шубы снабжены электронными чипами. По индивидуальному коду можно узнать информацию об изделии. В этом сезоне очень модные, небольшие, такие коротенькие шубки норковые, которые предпочитают автолити. Кроме меховых изделий, здесь представлен огромный ассортимент балоньевых курток и пуховиков, большой выбор головных уборов и шарфов. Кроме того, весь представленный товар можно приобрести в рассрочку, без первоначального взноса и переплат до двух лет. Так что всем, кто мерзнет, пора за шубой. Выставка продажа будет работать 6 и 7 февраля по Дворце культуры угольщиков. Анжела Галышина, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости. Территориальные избирательные комиссии, МФЦ и портал Госуслуги начали принимать заявления от избирателей, которые не смогут проголосовать на своих участках по месту регистрации 18 марта. По информации Департамента внутренней политики края, все граждане включены в списки избирателей на участках по месту регистрации. Однако у каждого есть возможность проголосовать там, где он планирует находиться в день выборов президента. Жители могут подобрать себе подходящий избирательный участок на сайте ЦИК России с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок». Помимо МФЦ, уже сегодня с подобным заявлением каждый желающий может прийти в любую территориальную избирательную комиссию или оформить его через интернет на едином портале Госуслуги. Кроме того, с 25 февраля заявления будут приниматься в участковых избирательных комиссиях края. Завершится прием документов 12 марта. Совет по культуре и искусству прошел в администрации округа. На нем присутствовали руководители учреждений культуры, дополнительного образования, представители творческой интеллигенции. Обсудили и утвердили план работы на предстоящий год и подвели итоги работы за прошедший период. Тему продолжит наш корреспондент Луиза Сысоева. Совет по культуре и искусству начался с мажорной ноты. Коллеги поздравили директора Центральной библиотечной системы Артема Галину Осадчеву с наградой. В конце прошлого года она приняла участие во Всероссийском конкурсе «Деловые женщины России» и стала победителем в номинации «Деловые женщины России в области культуры» за личный вклад в общественную жизнь города и края. Галина Осадчева представила на суд московского жюри свои социальные и культурно-просвидетельские проекты, в числе которых «Неделя национальных культур», «Прогулки по Серебряному веку», «Городской конкурс чтецов» и другие. Наша землячка получила за работу общественную премию, а призом стала «Золотая птица». У меня была гордость просто за наш город, за наш край. И вы знаете, когда я действительно пришла на это мероприятие в Москве, и когда первым говорят, ну сейчас мы будем знакомиться с теми участниками, которые у нас сегодня победили и находятся в этом зале. И первым называют «Артем, Приморский край». Это я даже не могу передать такой весь поток чувств, эмоций, которые тебя захлёстывает в такой момент, когда ты представляешь целый город, целый край. Итоги работы учреждений культуры и искусства подвела начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации Наталья Макиенко. Она подчеркнула, что работа ведётся в рамках реализации трёх муниципальных программ. Это обеспечение жильём молодых семей Артёма, молодёжь Артёма и развитие культуры в Артёмовском городском округе. Исполнение программ составило порядка 99,9%. В 2017 году прошли ремонтные работы в 13 зданиях учреждений культуры и дополнительного образования. И это хороший показатель. Каждый из сидящих здесь руководителей ощутил на себе, что не просто выдавались денежные средства, но ещё и очень внимательно осуществлялся подход к тем ремонтным работам, которые у нас проведены в каждом учреждении как дополнительного образования, так и в учреждении культуры. Со мной согласятся здесь представители культурно-досуговых учреждений, что в этом году было большое внимание. И на следующий год у нас также эти ремонтные работы будут продолжаться. Хочется отметить, что мы стараемся повышать свою квалификацию. Мы постарались в прошлом году, все руководители учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации. Стоит отметить, что свой профессиональный уровень повысили 73 педагога дополнительного образования. В сфере культуры увеличился размер средней заработной платы. Кроме того, за три последних года прослеживается положительная динамика исполнения местного бюджета учреждениями культуры и искусства. И пусть пока процент небольшой, но всё-таки стабильный. В среде педагогических работников Артёма раскрыты новые профессионалы по итогам конкурса «Лучший по профессии-2018». Восемь педагогов вышли на сцену Дворца культуры угольщиков, чтобы побороться за победу в четырёх номинациях. Кто был удостоен звания «Учитель года», а кто сорвал гран-при? В сюжете Александра Селиверствой. «Откроет дверцу ключик, большому сердцу лучик, пробьётся я, светит жизнь и суть. Профессий очень много, но выбрана дорога, теперь ты воспитал добрый путь». Для восьмерых лучших по профессии этот день стал одним из самых волнительных в педагогической карьере. «Молодой педагог года», «Учитель года», «Лучший педагог дошкольного и дополнительного образования». В этих четырёх номинациях педагоги представляли своё мастерство. «И сразу жизнь устроилась, наладилась, построилась, но город верил в нас с тобой, мы верили в него. И вот судьбой единою, любовью недосимую, надеждаю незримую мы связаны с тобой». «И защищать учительскую честь». «И будет светло, и будет тепло, пусть даже снега всех замело, ярче учи, ярче играй, давай, давай!» «Приморская даль и простор океана». «Наскроет загадочной силой своей, но ждёт нас Артём, и к нему возвращаясь, встречает он нас светом ярких огней». Почётное звание «Учитель года» получила Светлана Григорьева, учитель средней школы номер три. Она будет представлять город Артём на краевом этапе конкурса в своей номинации. «Это действительно был показ и теории, знания теории, и на практике мы могли себя показать. Я рада, что я вышла в финал, потому что, ну, в общем-то, мне этого всегда хотелось». Приз интернет-голосования получила воспитатель детского сада «Умка» Марина Фатьянова. В номинации «Лучший педагог дополнительного образования» победила Светлана Бойко, представляющая Центр творческого развития. А лучшим педагогом дошкольного образования была выбрана Ирина Безрукова из Кневичанского детского сада номер пять. Больше всего поздравлений принимала учитель математики школы 35 Маргарита Губайдулина. Она не только стала победителем в номинации «Молодой педагог», но и завоевала гран-при конкурса. «С ноября у нас были всякие мероприятия, готовились к открытым урокам. Каждый участник делился технологией, которую он применяет на уроке. Также были мастер-классы. Может быть, это покажется нескромно, но я, наверное, выделялась. И, наверное, очаровала я жюри». «Впечатление замечательное. Есть достаточно большие таланты. Сегодняшнее мероприятие, собственно, это и показало». «Подобные конкурсы должны проводиться не только в сфере преподавательской деятельности, но и нужно нам сделать конкурсы по профессиям. Это работники культуры, работники здравоохранения». «Депутаты ЗАГСобрания занимаются разработкой закона о предоставлении жилья именно за счет бюджета и совместно в режиме государства и частного партнерства для молодых специалистов в бюджетной сфере. Красивый праздник. Я благодарен тем, кто его организовал и провел». По словам победителей, лучшая награда для них – признание и уважение учеников, которые по праву могут гордиться своими педагогами. Победители в каждой номинации отправятся на краевой этап конкурса «Лучший по профессии». И кто знает, возможно, именно Артемовский педагог будет представлять Приморский край на всероссийском конкурсе. Александра Селиверстова, Денис Болтов и Михайло Водана. Городские новости. И еще немного информации. Артемовский округ стал единственным в крае, кому в текущем году в полном объеме сохранено дальнейшее финансирование по программам «Безопасные комфортные дороги и комфортное жилье». В Артеме также объявлен конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело. Заявки можно подавать до 9 февраля. На этом наше эфирное время вышло. Завтра расскажем о новых событиях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова